а что делать если большое количество людей плохо к вам относятся и они уже готовы вас убить потому что вы не отдаете им деньги что сделать так как сделать так чтобы события которое должно наверняка произойти в будущем никогда не произошло для этого нам поможет обряд при помощи свечи обряд при помощи свечи какой нужно использовать свечи свечи нужно использовать обязательно чтобы она была сделана из воска настоящего пчелиного я не рекомендую покупать свечи которые используют люди в церкви где же можно приобрести вот такую свечку вы ее можете заказать у тех людей кто занимается выплавлением воска вот такая свеча может гореть до если ее сегодня поджечь она может гореть целых там 24 часа 28 часов то есть двое суток там до двоих суток может гореть постоянно при этом пламя у нее такое достаточно большое свечка очень хорошо пахнет и в квартире появляется хороший запах данные свечи которые вот есть у меня это свечи которые выплавляет для нас человек который занимается медом во львове и он использует для изготовления этих свечей воск который топится за счет того что солнце растапливает соты также если ее тушить то я рекомендую тушить так чем-нибудь раз при тушили поняли чем не пальцами пальцами и дуть не стоит почему дуть не стоит потому что воск во первых разбрызгивается на окружающие а во вторых если ее облизать палец и дотронуться то капля слюны попадет воски он брызнет и тоже вам на лицо и на одежду его течи тяжело потом смыть поэтому и придумали обыкновенную там я использую ложечку чайную то есть чайной ложечкой притушил и после этого сам фитилек из воска поднял чтобы он там не утонул под все на следующий день нужно будет его выковыривать оттуда ну это разумно да также старайтесь чтобы восковая свеча не стояла на ноутбуке не стояла на столе рядом с гардиной и прочее прочее и так как же мы должны убирать проблему при помощи восковой свечи первое нужно ее зарядить нужно предварительно восковую свечу зарядить дальше второе когда вы начнете работать с восковой свечой делайте так чтобы она не стояла дальше или ближе чем вытянутая рука посмотрите на каком расстоянии она может стоять на полу на вытянутую руку сверху на вытянутую руку желательно вот так на столе но делайте так чтобы это было не ближе и не дальше вот так видеть вот так нельзя вот так нельзя а вот так можно старайтесь следить за тем чтобы ваше тело не приближалась когда вы будете сидеть и не очень удалялась именно вот так на вытянутую руку поняли ставьте ее по центру не нужно ее ставить слева справа так чтобы она была четко перед вашим лицом итак для того чтобы ее зарядить помните сказал начале нужно ее зарядить нужно провести следующий обряд нужно представить будто у вас в руке не свеча обыкновенная бумажечка свернутая представьте будто в середине свечи есть дырочка вы держите вот так не свечу а стеклянную трубочку до стеклянную трубочку вот так дудочкой трубочкой держите эту свечу то есть я на нее не смотрю а представляю вот так видеть вот так представил будто в середине свечи пустота я делаю так представляю будто в середине спасибо представляю будто в середине моей головы синяя вода наклоняюсь вперед быстро так раз и представляю будто синяя вода так раз и заполнила мою свечку как только свечу заполнила я ее ставлю смотрите представил будто в середине свечи пустота представил в голове синяя вода буль-буль и после этого раз опустил головы представляю будто водичка раз быстро и заполнила свечу и после этого когда свеча заполнена ставлю поставил свечу перед собой желательно да вот если свеча стоит у вас все время то тогда эту свечу нужно перед каждым разом заполнять потому что ее может кто-либо потрогать и после этого мы начинаем проводить определенный обряд первое что мы должны вспомнить мы должны вспомнить начало того момента когда появилась проблема или в чем она заключается смотрите если вы должны деньги то вы наверняка писали расписку да и так если вы писали расписку то нужно вспомнить тот день и час и ту секунду когда вы зашли и начали писать расписку поняли сели достали расписку и начали писать я ирина мироновна обязуюсь безвозмездно взять деньги никогда не отдавать елене екатерине владерине зажигаем дан мы ее зажигаем смотрим на свечу и вспоминаем то первую идею которая у нас возникла в тот момент которая создала наш не прядь если мы в банке брали вспоминаем когда нам в банке когда мы в банке подписывали договор представляем когда мы в банке подписывали договор представляем когда мы подписывали там контракт который там к чему-то привел но здесь есть фишка вот смотрите если я не хочу допустим чего-то в жизни и думаю что это произойдет то я могу это представлять своей голове и тоже в сжигать это на свече и это никогда не произойдет допустим мне кто-то угрожает и говорит мы тебя посадим и там суд назначили на 15 число вот если я буду представлять будто меня посадят вот здесь меня посадят вот здесь я буду сжигать то что меня посадят у меня никогда не посадят смотрите если сжигать что президентом украины будет владимир петрович бурсук в голове после этого перед собой и сжигать так много раз так вот он никогда не будет президентом только вы не должны на это влиять почему потому что вам за это денег не заплатили понятно вот это уже другое дело а если заплатят то тогда должны много заплатить да и на свече сгорает и так неплохое а проблем какой-либо да посмотрите ой сына должны в армию забрать сына должны в армию я представляю будто он ходит там в кирзовых сапогах в одежде и представляю будто он в голове у меня ходит в кирзовых сапогах передо мной в кирзовых сапогах над свечой в кирзовых сапогах дотрагивается это идея в виде картинки к свече и так какая последовательность выполнения практики когда у человека есть какая-либо проблема то она всегда возникает в голове в виде определенного образа нет образа проблема решена поняли нет образа проблема решена как определить решена проблема или нет не возникает образ вас это не цепляет все можно об этом не думаю сейчас мы начинаем уже знать как сделать так чтобы использовать это в собственных нуждах как ну вот допустим у меня есть долг и это долг у меня возник из-за того что я написал расписку кому-то и что же происходит человек звонит и говорит я тебя ненавижу когда-то дашь я рассчитываю на твои деньги и мы вместо того чтобы сказать правду сказать что денег у нас нет ничего не предвидится я отдам тебе деньги когда они появятся не звони мне больше мы начинаем придумывать какую-то идею и начинаю горит деньги будут послезавтра я там придумаю еще что-то таким образом у нас появляется тупик депрессия и мы все глубже и сильнее запутываем вокруг своей шеи шеи веревку которая потом будет нас давить все сильнее и сильнее для того чтобы а человек с каждым разом начинает вас ненавидеть все больше и больше все сильнее и сильнее таким образом в тот момент когда человек вас ненавидит все сильнее все сильнее все сильнее вы можете сделать так чтобы человек перестала вас думать почему потому что то что он думает о вас и ненавидит мешает вам отдать ему деньги помните об этом говорил мы своими ментальными сетями не позволяем кому-то решать проблемы для этого человека помните да то есть он уверен что он что вы не отдадите он уверен и он начинает вас мучить подкалывать играться издеваться и там еще что-то делать для того чтобы это не было если человек говорит я все выезжаю сейчас я тебя убью дрожащими руками ставьте такую свечку и представляете будто он уже будто вы ему должны в голове в виде картинки того когда вы подписывали представляете такую картинку как будто она уже не в голове проходит а перед вами и представляете будто такая картинка находится у вас над свечой и дотрагиваясь к свече сгорает как картинка на бумаге да так ну не на бумаге как просто как порох и делать это нужно не менее 40 минут или 20 минут что будет происходить вам будет очень сильно хотеться спать если вы захотели спать вам необходимо обязательно не тушить свечку а лечь и поспать тогда вы ускорите процесс решения проблемы а но вы 40 минут не сможете если проблема очень сильная мозг отключается когда мозг отключается вы ляжете и будете после этого спать минут пять семь десять а потом если встанете продолжите то тогда эффект будет просто умноженный там пять шесть раз класс данная свеча является еще элементом просто невероятным элементом который используют все маги все им всего мира почему мы это лопата это лопата загребания большого количества денег настоящим эзотерикам лопата при помощи этой свечи можно убрать проблему алкоголизма табака курения там плохих отношений но как я об этом вам рассказывать час не буду тем не менее для того чтобы справиться сейчас или там заказать вот как допустим вам убрать чиновника которые там вот допустим у вас заказ вам говорят вот чиновник зовут его петр иванович он сейчас занимает эту должность а у вас вам заказ чтобы этого человека чтобы этот человек больше не работал на этой должности и заказ заключается в том чтобы на эту должность стал тот человек кто является заказчиком поняли да вот смотрите у вас заказ директор начальник там в водокачки петров владимир иванович а вам нужно сделать так чтобы у вас директором был владимир иванович иванов здесь есть закономерность я ее должен вам сказать ребята представляете в эзотерике для одного человека можно делать только что-то одно поняли что-то одно давайте я это вам еще раз произнесу смотрите в эзотерике нельзя сразу снимать человека и ставить почему это одна это противоречивые энергии получается вы получается снимаете и ставите это вы делаете но как толкаете мячик в лузу его одновременно из него в итоге вытягиваете поэтому вы можете сделать только что-то одно как у меня было в моей жизни человек и так почему нужно делать что-то одно так человек мне заказал я ему говорю будем делать что-то одно сначала я начальника сниму начальника сняли после этого жду когда он мне позвонит он мне не звонит почему то что договор был такой нужно было доплатить и он мне не звонит я ему звоню и говорю ну как начальника сняли да да все не могу говорить отключаются После этого звонит мне и говорит, слушай, начальника сняли, но поставили не меня. Я говорю, хорошо. Он говорит, что же делать, что хорошего, я же должен был встать. Я говорю, в тот момент, когда начальника оставили, почему ты мне не звонил? Ну, я так замотался, ты понимаешь, у нас аудиты были и так далее. Я очень сильно замотался. Я знаю, почему ты замотался, ты не хотел мне заплатить мои деньги. После этого человек говорит мне Ну что же будем делать? Встречаться Он говорит, хорошо, давайте встречаться Встречаюсь, он говорит Да надо, чтобы я был начальником Надо снять этого Он говорит, но мне надо поставить Я для тебя могу сделать только что-то одно Ты услышал это? Он говорит, услышал Я могу его снять, хочешь? Он говорит, да его не сняли, его подняли Да мне все равно ты платишь я убираю договорились договорились и так если я убираю этого начальника то тогда ты мне платишь какую сумму как и прошлый раз а я говорю или плати или уходи он говорит а можно те деньги чтобы они сюда перешли нет я же свою работу сделал сделал я ее сделал начальника убрали убрали доплати переходи к другой я найду кого угодно год проходит он приходит говорит был у госпожи нелли у там степановой был у любови дмитриевны и тому кого только не был всех объехал все что-то обещают все в шаман шаман в бубен бил там прыгали на одной ноге все что-то говорили ничего не произошло и говорит андрей андреич только с тобой было так что человека сказал человека сняли я согласен денег за год насобирал отлично что будем делать вот предоплата давай работать после этого начальника сняли он в этот же день позвонила я говорю что такое сняли сняли вообще сняли вообще сняли сняли вообще сняли я говорю отлично что будем делать будем теперь меня ставить но я сейчас занят я реале я могу делать что-то одно предоплату визите начнем работать и он говорит как предоплату я говорю потому что я могу сделать что-то одно я тебе это отработал деньги забрал ты хочешь теперь что тебя оставили приезжай ко мне и плати мне деньги чтобы тебя стали как опять плати до после этого он приходит и говорит сколько же платить столько-то столько-то а если не поставят а вот если не поставят тогда ты свой конверт от меня получишь почему потому что нельзя трогать деньги до того момента пока ты не сделал работу если ты потратил деньги за не сделанную работу значит эту работу никогда не сделаешь поняли да поэтому если лежит конверт а почему конверт должен лежать рядом но вот я вам объясню я в жизни зарабатываю неплохо и заставить себя работать я не могу вот не могу зажечь свечку не могу ее перед собой поставить мне лень потом делаю так и делаю так о он где-то но и надоел о меня это мотивирует понимаете после этого о скоро они будут моими и я их заработаю смотрите мотив в какой мотив после этого чем толще лежит и лежат так конверты сначала толстые пачки потом тонкие потом вообще бесплатно а как вы хотели все думали сначала будет бесплатно потом все остальные почему остальные уже когда еще не устал можно и не бы не раба знаете таким образом мы работаем а кому легко сначала работа которая приносит прибыль потом работа которая для хобби а потом и все остальные таким образом и происходит работа сначала снимаем потом человек говорит меня нужно назначить плати человек приходит платит даже договора заключаем после этого человек говорит хорошо что я должен делать ничего жди после этого его поставили я деньги распечатал забрал было так что человек говорит все ничего не получилось нужно чтобы обратно деньги отдал я говорю приезжайте ко мне в офис и потом ему достаю его же конверт вот желтенький представляете вот так ему его отдаю он говорит как у тебя мой конверт лежал целый год я говорю да а что ты думал что я и куда-то деньги твои буду тратить говорит я думал что вообще денег нет мне не заработанные деньги не нужны они тебе принадлежат забери их раз я это не сделал почему ну бывают такие моменты когда сделать невозможно но как правило эзотерика может выполнить любую нашу идею и исполнить как же ставить человеком и так если вы уволили человека при помощи свечи то вы должны свечу после этого потушить и поставить программу и раскрутить что вашего человека назначат на эту должность поняли помните я показывал скоро он будет на должности петра владимирович на должна или скоро мой человек будет иметь звание на сергей иванович петров начальник водокачки и после этого каждое утро это делаете и после этого на свече уже естественно ничего не сжигать если нужно убрать свеча если что-то поставить программа и вот лежит у вас там открытый сейф закрытый сейф подошли к сейфу утром выспались хорошо в хорошем настроении покушали достали 15 конвертиков положили их перед собой открываете первый конверт написано там владимир петров там договор там такой-то такой-то ставите сжигаете работаете один час тушите после этого свечку убирайте отдыхаете кушаете на улице гуляете потом через час приходите ставите достойте второй конверт отработали час потушили после этого пошли погуляли еще где-нибудь подышали воздухом поигрались детьми там подписали что-нибудь там физически там как-то по приседали после этого через час поставили третью свечку не третью свечку, а там третьего человека. И считаете, получается, в день человек может обслужить не более 10 человек. Потому что фактически вам нужно делать между каждым хотя бы 20-30 минут перерыва, и каждый человек занимает 1 час работы. И вот так вот посидишь 10 часов перед открытой свечкой, и потом еще подумаешь, нужно тебе это или нет. Это нереально тяжело. Вы даже не представляете, насколько это тяжело. Это нереально тяжело. Когда вы начнете кого-то ставить, психическая энергия истощается на глазах. Когда это будет 10 человек, вы выходить на улицу не захотите. Если в течение 20... Да, вот так вот я ставлю и представляю. Вот сейчас начальник, допустим, Петр Иванович Зюзкин, я делаю так. Я, допустим, мне там заказали, обычно заказывают какие-то политики или очень яркие люди. Я его посмотрел, этого человека, где-то в интернете, или его попросил, чтобы он мне его показал на фотоаппарате. Я его запоминаю, этого человека, или мне дают фотографию. Обычно я прошу, чтобы его показали в кабинете. Я представляю, будто я вижу эту фотографию, ее сжигаю. При этом мысленно произношу, там, начальник такой-то, такой-то, и представляю его, начальник в этом кабинете. Сжигаю, сжигаю, сжигаю. После этого его обязательно убирают. Как быстро это работает? Вы не поверите, это работает, убирают обычно за, ну, максимум 3 недели. Ну, максимум вообще. Это даже если кто угодно. Я вам говорю серьезно, эзотерика управляет миром. Почему ВВ носит под часами, почему он носит часы на правой руке? Потому что там лежит талисман от таких людей, которые могут вот так работать. Вот здесь я представил, вывел, сжег. Представил, вывел, сжег. Представил, вывел, сжег. Процесс. Да, я прямо брал четкий, прям заставлял себя усилием воли представить, вывести, сжечь. Представить, вывести, сжечь. Представить, вывести, сжечь. Представить, вывести, сжечь. представить вывести сжечь представить вывести сжечь как только терял образ отдыхал чесался смотрел на деньги представить вывести сжечь пока если это тоже для себя это вообще возбуждает как место руки трусятся долги отдавать надо представил вывел жёг представил вывел жёг после этого деньги все равно придется отдавать просто когда человек приходит говорит до этого он звонил и кричал ненавижу тебя сейчас встречу застрелю тебя убью за душу после этого говорит ну что как дела ну что когда-то может так получится что ты мне отдашь хоть что-нибудь поняли в чем разница получается все по-разному чистота работы заключается до чистота работы каждый день пока не получите результат если каждый день по 20 минут то за месяц уберется если каждый день по 40 минут то тогда уберется за полмесяца если по часу делать то быстрее недели но поверьте мне гарантии эти стопроцентной и вопрос будет тяжело решаться но с вашим с вашей гарантии того что вы будете победителем сто процентов до увеличения времени быстрота получения результата и у вас допустим три долговых обязательства не один одно долговое обязательство сожгли потушили 10 минут отдохнули подожгли второе долговое обязательство потушили 10 минут отдохнули подожгли а кто говорил что легко и и и и и и и и и Субтитры подогнал «Симон»